Мелкий дождь празднику на Южном Мало оказался не помехой, тем более, когда речь идет о семейном празднике. Главное, чтобы погода в доме была хорошей. Приглашенных поприветствовал глава курорта Анатолий Пахомов и вручил трём десяткам семей награды – дипломы, благодарственные письма и хрустальные ромашки, как символ любви и верности. Глава отметил, в последние годы число браков в Сочи стабильно превышает количество разводов. Мы гордимся тем, что рождаемость уже в этом году превышает полтора раза рождаемость в прошлом году. В два раза практически, даже полтора раза у нас увеличилось количество свадеб. Значительно уменьшены разводы. То есть, статистика очень хорошая. Я думаю, что этому способствует та атмосфера, та среда, которая в городе создана. В программе праздника и традиционный парад невест. В этом году он прошел в формате дефиле. Молодые красавицы в белых платьях порадовали публику. Среди приглашенных на празднование были и те, кто прожил в счастливом браке не один десяток лет. Секретами семейного долголетия они поделились с молодыми парами. Вы знаете, молодежь хорошая. Надо просто уважать, любить. И все сладится, и все будет тепло. Опытом делятся и молодые пары. Крепость брака, конечно, выдерживается годами, но заботиться о семейном благополучии нужно еще на старте совместной жизни. Вместе мы 15 лет. Ну, основа, наверное, это терпение, уважение, взаимная любовь. Ну, любовь у нас. Любим друг друга. Дочь растянут. Специально для гостей праздника весь вечер выступали творческие коллективы города. День семьи, любви и верности в стране отмечают сравнительно недавно, но он уже полюбился россиянам. Ведь в нашей стране семья всегда была приоритетом, как основа государства и ячейка общества. Тем более, что в России есть такие замечательные примеры для подражания, как святые Петр и Феврония.